Любому врачу нужны перерывы в рабочем графике. Просто дух перевести, да на нового пациента настроиться. Неврологи здесь не исключение, но бывают накладки. Да и массу документов нужно заполнить. Как поступить в этом случае? Действительно, на сегодняшний момент врачи говорят про дефициты таких ресурсов, как время и эмоции. И сейчас вы говорите про время, и я предлагаю подумать, как можно помочь коллегам вашим, неврологам, которые ведут обычный прием в простой поликлинике. И будьте добры, расскажите, пожалуйста, поподробнее, а как проходит этот прием? Конечно. Ну вот представьте себе пациента с нейропатией. Он приходит к врачу, предъявляет жалобы, боль, анемение, покалывание. Он может рассказывать это очень долго. Врач должен собрать анамнез, потом он его посмотрит, потом он заполняет документацию, потом он должен назначить ему лечение. На все это уходит масса времени, и вот в эти пресловутые 15-20 минут никак не уложиться. Считается, что 80% врачей перебивают пациента на 17-й секунде после открытого вопроса, что вас беспокоит, либо что вас привело. Почему? Потому что на самом деле врачи не выдерживают того потока информации, который идет от пациента. и очень часто они перебивают фразой «подождите, подождите, давайте по порядку». И получается, что вот этот момент перебивания, да, конечно, пациентам не нравится, и у них создается ощущение, что их как будто бы не выслушали. И, конечно, удлиняется время приема. Есть такая методика, которую очень рекомендую, она мне очень симпатична. В этом случае очень хорошо будет работать план встречи. План, который звучит следующим образом. Сначала вы обращаетесь к пациенту по имени-отчеству и говорите, «Марина Леонидовна, я задам вам важные вопросы. После этого я ознакомлюсь с медицинской документацией. Дальше я проведу осмотр, если необходимо, назначу исследование, чтобы поставить точный диагноз. Предложу вам план лечения и отвечу на ваши вопросы». Первое. Это вызывает очень большое доверие у пациента, потому что в этот момент он смотрит на врача, он настраивается на его темп, он его вообще выбирает в этот момент. Второй момент. Получается, что пациент не растекается, он четко понимает, на какие вопросы ему нужно отвечать. Еще есть ощущение у пациента, что здесь главный врач. И для меня лично, как для психолога, это очень важно, потому что очень часто пациенты перехватывают инициативу, и врач вынужден как бы идти за пациентом вместо того, чтобы вести пациента. Вы знаете, вот если дать пациенту волю рассказывать о своих жалобах, некоторые будут рассказывать о них часами. На это не хватит никакого времени приема. Что нужно делать в этой ситуации? Как поступить? Вы создаете тот самый порядок, ради которого вы перебиваете пациента, задавая открытый вопрос, что вас беспокоит. После того, когда вы проговорили этот план, можно уже задать конкретный закрытый вопрос. Ну, например, Марина Леонидовна, вас сейчас что-то беспокоит? Ну и дальше, собственно говоря, по необходимому протоколу вы задаете тот перечень вопросов, которые необходимы в данном случае по конкретному пациенту. Благодаря плану встречи экономится время при сборе анамнеза для того, чтобы презентовать план лечения, информировать пациента о плане лечения. То есть информирование пациента о тех методах терапии, которые мы у него принимаем, применяем, является основной частью вот этого разговора. Это вообще не я правильно понял? Да, действительно, когда вы подробно рассказываете о плане лечения пациенту, это формирует большую лояльность к выполнению тех рекомендаций, которые вы будете давать. И если вот мы говорим о невропатиях, то там ведь часто к антиконвульсантам, к антидепрессантам, которые применяют при лечении, добавляют еще и комплексы нейротропных витаминов. Они усиливают их действие. Ну, например, мельгама. Причем начинают обычно с мельгамоинъекции. Этот вариант литерапии позволяет накопить определенную дозу нейротропных витаминов, а потом переходит на мельгамо-композитум. Правда, для восстановления нерва требуется достаточно приличное время, поэтому мельгамо-композитум используют где-то в срок 4 недели. И если мы пациенту говорим о том, что вот подобного рода сочетания будет эффективным, мы поступаем правильно. На самом деле очень здорово использовать обратную связь, когда вы в конце того, что рассказали по плану лечения, запрашиваете у пациента, как он понял, чтобы он повторил то, что вы ему сказали. Ну или какие-то основные моменты, связанные с планом лечения. Спасибо. Ну а вот вам, коллеги, бонусный совет. Проверьте у пациента, правильно ли он понял ваше назначение. Пусть он проговорит вам это, подтвердит то, что он знает, как принимает тот или иной препарат. Продолжение следует...